Модели, которые мы рассматривали до сих пор, были так или иначе применимы в реальности. Их цвета можно было отобразить на экране или напечатать на принтере, пусть и не на каждом, пусть и не всегда в явном виде, как в случае с перцепционными. Одни однозначно пересчитываются в аппаратное пространство RGB. В случае с математическими или так называемыми универсальными моделями, все выглядит более абстрактно, и назначение у них другое. Сначала рассмотрим модель LAB, которая существует лишь в математическом пространстве, хотя и похожа на перцепционные. В целом LAB очень похожа на UF, модели по принципу формирования цвета. Отличие здесь состоит в охвате. Ее цветовое пространство самое емкое из всех компьютерных моделей, что и определяет ее использование. Она применяется для работы с цветом, когда нужно проводить какие-либо операции, требующие значительных преобразований цвета с минимальными потерями, и в частности конвертацией сложных изображений между разными цветовыми пространствами. Канал L – это Lightness. Это канал адаптирован для восприятия цвета человеком, и разные цвета будут визуально одной яркости, в отличие от, например, HSB, где визуальная яркость меняется в разных оттенках. Каналы A и B – это цветоразностные каналы. Здесь от зеленого до красного и от синего до желтого, как в UF. В этой модели, как мы видим, значения яркости и цветности разделены. Цвет в этой модели определяется однозначно и без относительно внешних факторов, в отличие от аппаратно-зависимых моделей RGB A-CMIC. Поэтому модель Lab используется в программном обеспечении, связанном с обработкой фотоизображений. Особенно ценна ее применение в работе с зашумленными фотографиями при устранении муара на сканированных изображениях. Когда на изображении появляется цветовой шум, то работа отдельно с каналами цветности можно эффективно устранить его, не затрагивая основное изображение. Так, например, при сканировании полиграфического отпечатка часто возникает муар. Это регулярный шум, который появляется при сканировании мелкого растра, которым печатаются изображения. В таком случае рисунок при сканировании располагают таким образом, чтобы меньше всего шума давал черный цвет, а из цветных составляющих шумел более всего самый незаметный, желтый. Потом в цветовом пространстве Lab шумные места или даже целые цветовые каналы размываются, ведь цветовая составляющая не так заметна глазу и небольшая размытость в цвете не наносит существенного вреда изображению.